Что демографы обычно сопоставляют рождаемость с каким-то событием. Вот если рождаемость в этом году что-то случилось, то и вот смотрим, какая рождаемость. Это неверно. Нужно смотреть, это уже сойдёт врача, с отсрочкой на 9 месяцев. Я обидел понятие репродуктивное ядро. Какие возраста дают наибольший вклад в рождаемость? Если меньше, чем 2,2, то начинается вымирание. А если больше 2,2, то увеличивается число. Теперь, что произошло за предшествующие почти 30 лет с рождаемостью? И вот здесь мы ввели такое, да, рождаемость с начала 90-х годов упала почти в два раза. Если в 80-х суммарный коэффициент рождаемости был примерно 2,4, то к середине и концу 90-х он стал 1,2. И вот представляете, где-то 35 миллионов населения нация потеряла. Нужно смотреть не на общее число родившихся, а именно на суммарный коэффициент. Он не зависит от числа возрастов, входящих в дедородный возраст. Здесь истинная рождаемость. Так вот, она у нас низкая по сравнению с тем, что необходимо для того, чтобы было устойчиво воспроизводство. И еще точно так же, как вот муравейник, маточку, допустим, убили, муравейник еще долго бегают, еще суетятся, еще выполняют свои функции, но у них уже будущего нет. Вот сейчас, если спросить демографов официальных, они молчат, потому что неизвестно, что делать. И здесь поможет именно врач-демограф, еще и социальный психолог. И монография у меня называется «Психодемография». Вот давайте сейчас попробуем сначала ответить на вопрос, от чего зависит рождаемость. В демографии давно известно обратный парадокс, что чем больше, чем богаче народ, тем меньше рождаемость. И это описал еще Адам Смит, потом подтвердил вертельем. И в других странах это воспроизводится. И не дай бог, если при прочих равных условиях мы станем богаче, то рождаемость уходят еще глупо. И чем богаче государство, тем ниже рождаемость. Это подтверждение открытия Адама Смита. Значит, дело не в богатстве и не в бедности. Взял в 80-е годы и сейчас. И тогда, и сейчас проводили опрос, сколько детей хотите вы иметь. Число желаемых детей не уменьшилось. Два и два ребенка. Чудо, возможно, но для этого нужно будет менять всю социально-экономическую систему, в которой мы живем. Как вы думаете, ваше предположение? О чем можно подумать? Тогда? Ну, Игорь Алексеевич, видимо, вы правильно сказали, эта проблема уже медицинская. А не влияет ли психическое состояние на репродуктивную активность? И если есть бесплодие, а оно есть, то, может быть, это психогенное бесплодие? Мы пошли в зоопарк, в наш мозг, и задали тот же вопрос. Почему не размножаются дегрицы, львицы, дикие коты, медведи, редкость? Э, вдруг родился ребенок, счастье большое. Мы с вами полностью согласны. Все дело в атмосфере. У них и вольеры хорошие, и кормят их хорошо, и ритмэклор спаривают, и ветеринарная служба по высшему разряду. Они размножаются. Вот ощущение несвободы, и неуправляемая ситуация, ничего от этого животного не зависит. Вот посмотрите, белый медведь уходит туда-сюда, туда-сюда. И в этом состоянии в зоопарке даже животные не размножают. И вот тогда мы ставим диагноз. Это психогенное бесплодие. Есть ли надежда, что нужно переломить ситуацию и достичь вот трех детей на одну женщину? Они привели такой пример. Говорит, мы приобрели, купили дорогих редкую породу сварцов, им сделали комнату отдельную, там деревья, трава, червячки. А они не размножаются. А деньги большие отдали. Гадали, думали, болезнь, проверили. Вирусов никаких инфекционных агентов нет. И тогда один высказал такое же предположение, что чувство несвободы. И он говорит, мы нарисовали на стенках, да, а у сварца символом свободы является дырочка. Вот натопом вылетает из хворишника, или из дупла, вот эта кругленькая дырочка. И мы, говорит, в стенах нарисовали эти дырки, и репродукция запустилась. Подобный же пример, говорит, купили они редких гусей, откуда-то, из скандинавских стран, не помню сейчас откуда-то, тоже не размножаются. И они по опыту сварцов, наверное, решили, что ландшафт не тот. И привезли оттуда камни, вот растительность, которая там была. Запустили продукцию в гусей. И богатые страны, вот я сейчас перечислил. Сингапур, Италия, Испания, Португалия 1,3. Япония 1,4. Восточная Германия, Объединенная Равния и Эмирата, ну куда уж богач. Австрия, Швейцария 1,4. Германия 1,5. Нидерланды, Италия, ну в Китае там они запретили рожать, поэтому там другой механизм. И это связано уже точно не с бедностью, не с нехваткой медицинской помощи, не с недостаточными пособиями. Францужи нас засыпают пособиями, можно вообще не работать. Это связано вот с той тотальной атмосферой, которая характерна для капитализма. Вот для того общества, в котором мы сейчас живем, все нации живут как зоопартия. Вот сейчас можно ли в условиях тяжелых экономических и международных надеяться на то, что вдруг рождаемость взлетит в два раза? И вот сейчас я вам покажу чудо. Здесь собирались ветераны, посвященные Великой Отечественной войне. Я туда предложил голову. Они вначале отказались публиковать. Почему отказались, я чуть позже скажу. Здесь динамика демографической ситуации в Ленинграде. А мы знаем, что такое Ленинград. Это голод, блокады, ужасные условия, бомбежки. Причем это все официальные источники со ссылками. Я лопатил очень большой материал, архивы. За эти цифры отвечаю голову. Итак, смотрим, рождаемость. А потом вдруг 44-й год, и рождаемость превышает довоенный уровень где-то примерно 32. Вот почему они вначале отказались публиковать, потому что здесь вот совершенно... То есть я делаю вывод, что число половых контактов в 43-м году резко увеличилось. Вот природа провела великолепный эксперимент, чтобы нам показать, что чудо, возможно, если вот душа вдруг запоет, то будет то, что было в блокадном Ленинграде. Значит, что-то должно быть, причем по времени. Смотрим, в начале 43-го года, вот тогда 9 месяцев, значит, в начале 43-го года что-то должно было появиться великое, нематериальное. Могу предположить, что Ленинградская битва закончилась с успехом. Но встречный, в одеяльце голубом, мальчишечка грудной, само здоровье, хотя не женским, даже не коровьим, а соевым, он скормлен молоком. Вот оно чудо. Значит, чистота браков. В 41-м году было 10 браков на тысячу жителей. В 42-м – полтора, а в 43-м уже 13. В 44-м году 26 браков. Итак, в 44-м году, в 41-м было 10, а в 44-м 26 браков. Два с половиной раза чаще стали играть свадьбы. А вы мне говорите, что чудо невозможно. Три ребенка на женщину элементарно достижимо в наше время. Но для этого нужно что-то великое на уровне победы в Сталинградской битве. Чтобы душа запела. По медицинским основаниям, я как социальный врач говорю, нужно срочно менять социально-экономическое устройство страны. Страна должна почувствовать, что все, зоопарк закрылся. И выиграние будет остановлено. В этом совершенно нет никаких сомнений.